Всем привет, друзья! С вами NelfGorn, это игра TerraTech, версия 0.7.8. Мы продолжаем играть, продолжаем развиваться, но сегодня не летсплей, а сегодня будет такая конструктивная серия, да, где я буду создавать устройство, точнее, я уже его создал и буду вам его показывать. Это дрон-станция наземная, так скажем, с наземными дронами, потому что когда я выпустил вот предыдущую дрон-станцию, то есть сразу начали писать, типа, создай дрон-станцию летающую, которую будут скидывать с высоты дронов, да, там, наземную и тому подобное. Разные, короче, дрон-станции, и я хотел бы все их попробовать и вам показать, так сказать. И вот сегодня я покажу, какую я построил и с чем я столкнулся, с одной из проблем. Первая моя версия этой дрон-станции, вот она вот так вот выглядит. Это здоровое такое устройство, да, на котором стоят вот четыре таких автомобиля. Видите, они с колесами, с ракетницами, с самонаводящимися. Понятно, для чего, чтобы дрону было легче стрелять во врага. Также и сама дрон-станция вооружена довольно-таки серьезно, потому что у меня всего лишь четыре автомобиля, и я знаю их минусы. Первый огромнейший минус в том, что они будут ездить за мной очень-очень медленно. То есть у них нету чувства вот этого турбины, да, они не включают турбины, не включают какие-то дополнительные двигатели для ускорения. Это огромнейший минус дронов наземных. Те, которые на воздушной подушке, у них есть вот ускорение двигателей. То есть сколько им двигателей поставишь, с такой скоростью они и будут передвигаться. Ну, мне так кажется, я в этом сильно не уверен. Так вот, при первом же бое я столкнулся с проблемой, из-за которой вот эта серия не смогла выйти вчера, так скажем, да, потому что мне пришлось все переделывать, и я не успел ее подготовить к вчерашнему дню, да. Что же произошло? То есть все, начался бой, допустим, я скидываю дронов, допустим, вот так вот их скидываем, оп, все, они пошли, и... Видите, что происходит? Видите, что происходит, да? Они вот в такое состояние становятся, и все. Насколько бы я сейчас не уехал, да, то есть... Насколько бы я не уехал далеко, они не скинутся вот с этого состояния. Почему они переходят в такое состояние? И воевать они тоже не будут. Я пытался врага к ним подвести, чтобы они начали как-то драться. Просто враг начинает по ним стрелять, они падают с... Ну, вот этого режима, да, строительного. И все, и ничего не делают. Почему? Потому что, смотрите, в чем фишка. Давайте я вот так вот еще сделаю. Я вот так вот призову еще, по-моему... По-моему, этого, да? Вот так вот. Смотрите, в чем фишка. Основная моя кабинда и основное устройство, с которым я начал строить все, да, то есть это... Кабины, которые смотрят, ну, вот туда, прямо, да, то есть вперед. А эти кабины, которые я начал строить, они смотрят вниз. То есть вот дрон-кабин, она смотрит вниз. Ну, если вот увидеть, да, то есть она смотрит вниз. То есть получается, что для этих устройств, для этих устройств, кабина должна быть установлена тоже смотреть туда. И то есть, если даже я бы сейчас кабину перевернул, то колеса-то в другую сторону смотрят, понимаете? То есть они пытаются ехать, вот если смотреть, допустим, вот на этого дрона, вот на этого дрона, допустим, он пытается ехать вот туда вот. Вот куда я сейчас смотрю, да, так скажем. У него ни колеса туда не повернуты, ни сама кабина туда не повернута. И вот у него становится такой, ну, глюк, что ли, бзик, баг, я не знаю, как это назвать. Из-за этого он никуда не двигается. Поэтому я переделал немножечко, и вот такая вот версия появилась. То есть, вот, видите? То есть теперь кабина смотрит вперед, теперь все нормально. Должно быть, я еще не проверял. Вот вокруг заспавнилось три довольно-таки интересных устройства. Вон там он какой-то такой с ракетами, похоже, наверху. Что-то такое смотрится очень неплохо. Вот там он, и все с батареями почти, кроме вот этого. Я отправлюсь вот к этому, на самом деле, в первую очередь. В чем фишка вот этого устройства? Мне довольно-таки интересно, понравилось. Во-первых, вот этот вот задний вид с этими гусеницами, вот так вот. Почему-то у меня на какой-то Тигр или Пантеру немецкий танк напоминает гусеницы, когда двигаются. Не знаю почему. Во-первых, огневая мощь общего вот этого всего устройства, она очень недурственная. Это и ракеты, и залп этих пушек, и, ну, то есть, вы видите, что происходит. Мы просто разносим к чертям устройство вражеское. То есть, вы понимаете, вы понимаете, какой залповый огонь сейчас ведется? Я, наверное, чуть-чуть даже, наверное, переборщил. Я, наверное, даже чуть-чуть переборщил с мощностью, потому что это какой-то развыв. Вы видели, что происходило. То есть, само устройство, ну, я, наверное, переборщил реально с пушками. Но, что же нам нужно, да, понять? Это понять, будут ли работать дроны. Давайте мы подзарядимся полностью. Потому что у нас, видите, уже заряд становится меньше. Они, кстати, меньше... Господи, посмотрите, что там появилось. Ну, неважно. Если мы даже умрем, ничего страшного в этом нет, я так думаю. Потому что это огромное появилось. Блин, в креативном режиме, только в креативном режиме я такие устройства вижу. Вот, серьезно. Наверное, здесь, потому что все блоки как бы открыты. Нету ограничений никаких. И... Так, а я смотрю, такой, знаете, здесь типа мигает. А вот так вот, а там не мигает. Так, ну что ж. Давайте вот на таком расстоянии скинем дронов. Попробуем, да? Отстыковка. Все, отстыковка произошла. Смотрим на их... Они двигаются! Еееей! Ну, сейчас, давайте попробуем, попробуем... Ох! Попробуем, чтобы они сагрились. Они уже начали атаковать врага, собственно. Дроны в атаку! Ха-ха-ха-ха! Посмотрите, это забавно. Это забавно. По мне, атакуют... Блин, это какое-то прям огромное устройство. Оно очень смотрится прикольно. Прям, смотрите, они накинулись. Но, конечно же... Блин, прикольное устройство. Смотрится вообще классно. Когда дроны атакуют, да? Ребятки, прям вообще... Ха-ха-ха! ФПС, конечно, просел жестко. Но, видно. Видно, что... Во-первых, враг не атакует этот раз. Это какая-то баржа, что ли? Я даже не знаю, что... Воу, там кто-то ракетами фигачит. Они очень долго его будут мутузить. Потому что... Ну, вы посмотрите. У него там, по-моему, щитов, батареи и тому подобное. Просто нереальное какое-то количество внутри. Но устройство сделано потрясающе. А, вот сейчас. Вот давайте добьем батареи, да? Просто. Мне батареи хочется добить, чтобы они его начали мутузить уже сами. Вот, все, батареи кончились. Пускай они его мучают сами. Ха-ха-ха-ха! Работает нормально все. Они спокойно движутся, спокойно атакуют. И он преследует его даже. Ха-ха! Ей, молодцы! Так, ну, это еще не конец. Тут идет война. Ну-ка. Ребятки, вау! Ракеты пошли! Все отлично! Воу-воу! Ракеты пошли! Они не должны переворачиваться, потому что я тестил эти устройства. Они должны двигаться очень-очень нормально. Воу-воу-воу! Смотрите, по нему стреляют. Надо, надо... Хотя я же как бы мамка, да? То есть, ну, грубо говоря. То есть, я должен исключительно стоять и заряжать батареи. То есть, моя задача только такая. Как видите, собственно, я и не показал устройство. То есть, со всех сторон я обеспечен... Видите, у меня даже снизу есть вот эти подзарядки. То есть, я везде... У меня везде подзарядки. То есть, я именно старался сделать так, чтобы максимально заряжать устройства. То есть, держать их в боевом состоянии. Они вот здесь, конечно, видно, что тупят. И я не ставил на них управляющие кабины, чтобы я не мог ими управлять. Ну, наверное, понятно для чего, чтобы вообще не отвлекаться. Если подъехать ближе к устройству, к любому, да? То есть, у меня включаются ближние зарядки. Они намного эффективнее. Они намного мощнее заряжают. Ну, понятно, этого большого. Сейчас они будут очень долго мучить. Давайте поможем ему. Поможем нашим. Блин, ну вот это устройство, оно прямо мне очень нравится. Смотрится прямо очень потрясающе, реально. Конечно, оно такое чисто для красоты сделано, но все-таки... И такое мощное, большое. Там еще кто-то появился. О, там еще такой не слабенький. Так, сколько я зарядов потратил? Ну, в принципе, прилично, кстати. При том, что вот это устройство, оно как бы не стреляет. Давайте его добьем уже. Что-то надоело. Оно большое, ездит, толстое, но умирает очень... А, у него, смотрите, еще там и турбины внутри. Нифига себе. Офигеть, блоков сколько. Давайте здесь черную дуру поставим какую-нибудь. Допустим, от... Вот, вот так вот. Геокорпс. И все это круто. На самом деле, это реально круто. Дроны это круто. Но! В чем фишка? Огромный минус этих дронов. То, что они себе не проделывают дорогу. Они не пробивают себе дорогу. То есть, если он врежется в дерево, либо в камень, и либо еще как-то, он не будет ехать дальше. Да, вы скажете поставить бур на них. Ребят, это все тестилось. Есть, короче, моменты, когда он, даже упираясь буром, он встает как-то так, что он буром не пилит. То есть, есть в этом минусы. То есть, то, что первое, это то, что они цепляются. Даже, ну вот если, допустим, если я ускорюсь как-то, да, если бы я ускорялся как-то. Вот, вот смотрите, сейчас. У них не хватает мозгов объехать. То есть, вот один как-то объехал, вот еще один пытается объехать, но они там друг к другу уперлись. Вот тоже огромный минус, да? Огромный минус устройств. То есть, они друг к другу уперлись и долбятся, да? Этот все уперся до конца, и все, он застрял, ребят. Он никак не выберется, у него не хватит ума там отъехать назад, объехать или еще что-нибудь. Дрон потерян. То есть, понимаете, что дрон потерян. Это уже печаль. И второе, я бы хотел, чтобы разработчики серьезно поработали над этой вещью. Это было бы очень круто. Сделать два соединительных блока автоматически. Так как это дрон, то в принципе, конечно, не знаю, как это сделать, вот, ну, допустим, два блока, которые автоматически бы соединялись на кнопку. Вот я нажимаю на кнопку X, чтобы отстрелить их, да? И чтобы, допустим, я нажимаю на кнопку X, и они, допустим, соединяются. Ну, к примеру, вот здесь какой-нибудь такой, какой-нибудь рычаг бы стоял, а здесь бы какой-нибудь крючок, к примеру. И я бы вот этим рычагом вот так вот, хоп, подъехал так вот. Они примерно бы соединились, и он, хоп, так подсоединился бы к этому рычагу. И так бы я всех дронов к себе обратно пынк-пынк-пынк поставил. И все, и включил бы реактивные двигатели, и ушел бы на большой скорости, ну, в какое-нибудь другое место до другого врага. Допустим, ну, вот даже вот до этого. Там вообще что-то монстр какой-то. Посмотрите, там сколько колес. Там, о господи, это просто звери какие-то. То есть, понимаете, это было бы, это было бы очень круто. Ух ты, это целая база, ребят, на колесах. Чего? Вау, тут даже летающие встречаются, посмотрите, вот это круто. Которую прям практически сразу уничтожили. Ладно, я сейчас буду умирать, потому что у меня батареи, ребят, кончились. Но это не важно. Ой, лагает-то как, господи, как же лагает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Меня тут уже взрывают. Мы давайте быстренько сейчас. Будет самое забавное, если я не сохранился. А, нет, я сохранился, все нормально. А я не могу призвать его, да? То есть, потому что враг близко. Ну ладно, это тоже не проблема. В общем, на этом я пока буду заканчивать, ребят. Пишите свои комментарии и давайте, если вот под этим видео наберем 400 лайков, то в следующем видео я оставлю сохранение на эту, как бы назвать, автомобильную дрон-базу или как бы это еще назвать-то. Ну даже, честно говоря, я не знаю. Не знаю, мобильная, колесная, вот, наверное, колесная дрон-база или что-то в этом роде. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем всего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok